Вы с первого будильника просыпаетесь? Конечно, у меня нет вариантов. А какая мелодия стоит? По первому будильнику встаёшь? Ну, вообще, обычно иногда даже не встаю ни по какому. А что за мелодия играет у тебя на будильнике? Всегда по первому будильнику, могу даже показать. По какой будильнику просыпаюсь? Всегда по первому. Сколько будильников тебе надо? Бывает с первого раза, бывает с третьего, с пятого раза. Поэтому у меня автоматически стоит всегда продление на 5-10 минут. Если честно, может быть с третьего, с пятого, бывает вообще не просыпаясь, у меня будет моя девушка. Вроде лёгкий, вроде простой, вроде каждый должен встать, но, к сожалению, я из таких, что мне его надо раз в пять, чтобы он меня продвинял. По первому будильнику просыпаешься? Нет. Сколько тебе нужно будильников? Ну, три где-то, четыре. А мелодия какая на нём? И вновь слышны позывные наших с вами будильников. И это значит, что настало время нашего утреннего канала. Проснись. И зарядись. И сегодня доброго утра вам желают Олеся Петровичева. И Сергей Стерхов. Смотрим. Встречать пятничное утро вместе с Соль ТВ уже становится доброй традицией. И мы всегда ждём ваших откликов в нашей группе ВКонтакте, ведь нам важно ваше мнение. И, конечно, ведь мы шоу делаем вместе с вами и для вас. А сейчас коротко расскажем, что нас ждёт этим утром. Начинай. Мы по традиции начнём утро с зарядки? Ну, если по традиции, то да. А вообще для меня утренняя зарядка – это пешая прогулка километра на 2-3. И это, конечно, полезно, между прочим. Ну, а тем телезрителям, которые не успели выйти из дома, невероятно повезло. Мастер своего дела и фитнес-тренер Мария Бурова проведёт с ними зарядку. Ну и, конечно же, потом послушаем советы нутрициолога, как правильно питаться. Помню, помню. Это очень полезная рубрика, особенно перед тем, как приготовить правильный завтрак. Тем более, что завтрак мы также будем делать с профессионалами. Ну, а потом послушаем про детские травматизмы. К сожалению, ребёнок всегда может найти, чем поранить себя, что называется, на ровном месте. И иногда родители к этому становятся причастны. Ну что ж, попробуем обезопасить наших детей от нас самих. А ещё обсудим книгу, которую можно почитать всей семьёй. И сегодня будет новинка – советы психолога. Поэтому встретимся с вами в нашем психлубе. Ну, мои познания в психологии таковы. Если испытываешь стресс, то беги к пакету с пупырышками. Так это ты пользуешься моим пакетом с пупырышками. А, между прочим, познание психологии гораздо шире, чем ты думаешь. Между прочим. И иногда даже не представляешь, до каких глубин и до какой сути можно докопаться. И я уверена, что даже нам с тобой это будет интересно. Не сомневаюсь. И ещё у нас сегодня одна новинка. Мы послушаем гороскоп. Ну, как же не сверить со звёздами планы на выходные? Ты веришь гороскопам? Ну, знаешь, для меня это скорее как эффект подброшенной монетки. Когда не можешь выбрать из двух вариантов, то я тогда обращаюсь к гороскопу. Ну, конечно. Хорошо. А кто ты по гороскопу? Рыбы. Я, кстати, тоже рыбы. Ну, а кто мы такие, чтобы спорить со звёздами? Ну, а далее нас ждут спортивная и культурная рубрики. Ну, а сейчас узнаем, что мы празднуем. О, да. Пять поводов у меня как раз таки есть для того, чтобы наши телезрители что-нибудь, да, отпраздновали. Уверена, и нам с тобой будет тоже интересно. Итак, что празднуем? Смотрим. Пирсинг – это одна из форм модификации тела, точнее создания прокола, в котором носят украшения. Многие, делая пирсинг, хотят подтвердить свою принадлежность к культуре или, наоборот, выразить протест против неё. Кстати, примерно 30% из тех людей, которые делают пирсинг, через 2-3 месяца снимают его по той причине, что так и не поняли, зачем он нужен. 28 июня отмечается забавный праздник – День карусельной лошадки. Карусельная лошадка – это один из самых сказочных и волшебных аттракционов. Изначально карусель вовсе не была развлечением. На вращающейся платформе готовились к турниру. Дети дворянских семей катались на поворотном круге с деревянными лошадками-пони, так воспитывали ловких наездников в будущих рыцарях. За это время многое изменилось, но бегающие по кругу карусельные лошадки все еще в моде. Их любят малыши всего мира. 28 июня – Международный день социального бизнеса. Его отмечают во всем мире с 2010 года по инициативе социального предпринимателя, профессора и лауреата Нобелевской премии мира 2006 года Мухаммада Юнуса. В рамках праздника ежегодно в России проводятся круглые столы, конкурсы, семинары, тренинги, лекции и Дни открытых дверей, а также выставки социальных проектов. 28 июня люди во всем мире отмечают День капслок. В этот день каждый может написать сообщение и письма с зажатой клавишей капслок и не бояться показаться грубым. Эту клавишу используют, чтобы по умолчанию все буквы текста были верхнего регистра, то есть заглавными. Считается, что написанный таким образом текст передает особое эмоциональное состояние, приравниваемое к рику. Согласно сетевому этикету, лучше не использовать капслок при написании сообщений онлайн, так как это считается грубым. 28 июня отмечается Счастливый день сердечных объятий. Объятия полезны с разных точек зрения. Во время объятий организм начинает активно вырабатывать гормоны счастья, радости и удовольствия. По словам психологов, взрослому человеку нужно 4 объятия в день для выживания, 8 объятий в день для функционирования и 12 объятий в день для развития. А вот мне очень понравился праздник объятий. Давай поднимем уровень серотонина и мы с тобой. Обнимемся. Как здорово. А интересно, что по этому поводу думают соликанцы? Мнение уже о них готово. Смотрим. С кем вы чаще всего обнимаетесь? С внуками. В настоящее время с внуками. С женой. И с ребенком. С мамой и папой. Как часто? Ну, утром, вечером, днем. С внуком. Как здорово. А дети, там еще кто? С соседей. С дочерью. А соседей? А соседями зачем обниматься? Здороваемся. С мамой и с папой. С супругой. Всегда обнимаюсь чаще всего. С мамой. Чаще-чаще всего? Ну, да. Как часто обнимаешь маму? Вечером, утром, днем. С внучкой со своей. Ей как раз 11 лет, она как раз подросток. С мамой, папой и с братом маленьким. Как часто обнимаешь их? Ну, маму почти можно каждый день обнимать. Спасибо, Олеся. Очень приятно, что соликамцы тоже очень любят объятия. Ну, хотя, кто же их не любит? Мне кажется, даже те, кто говорят так, они где-то в глубине души ждут, что к ним кто-то подойдет и обнимет. Абсолютно согласна с тобой, Сергей. Конечно, они наверняка ждут, что их обнимут. Я, например, тоже люблю, когда меня обнимают. Хотя нервничаю и капризничаю. Кстати, раз уж мы узнали факт о сегодняшнем дне, давай узнаем факт о Соликамске. Ну, наверное, все соликамцы знают, что главный хранитель этих фактов – это ты. Поэтому пришло время увидеть новый факт о Соликамске. Итак, смотрим. 22 сентября 1992 года бельгийский астроном Эрик Эльфт в обсерватории Лосилья обнаружил астероид и назвал Соликамском. Находится он в главном поясе. Порядковый номер небесного тела – 11 542. Гордость берет за Соликамск. Просто космическая известность. Ну, а сейчас обещанная зарядка. Что ты там говорил про 2-3 километра? А, ну, я 2-3 километра иду до автобуса, но там я обычно снова засыпаю. А потом я сбегаю по высокой лестнице, много ступенек до нашей редакции. И в этот момент у меня прямо в голове звучит вот эта мелодия. И мне кажется, что я такой Рокки Бальбо и сбегаю по этим ступенькам. Мне кажется, я ее тоже сейчас услышала. Но у Рокки был классный тренер, с этим сложно поспорить. Нашим зрителям бы тоже он не помешал. Бодрое утро. Смотрим. Сегодня мы с вами поработаем с нашими руками дельтовидные мышцы, бицепс, трицепс руки. Главное не забывать, что перед началом любой физической активности мы делаем суставную разминку. Итак, первое упражнение, которым будем делать, важно занять правильное исходное положение. Ноги на ширине таза, колени мягкие, наклон корпуса слегка вперед. Здесь самое главное соблюдать положение спины прямое. Для этого таз, копчик слегка подкручиваем вовнутрь на себя. Плечи у нас опущены вниз, лопатки сведены, то есть собраны. Первое упражнение. Руки отводим сначала в стороны, затем уводим их назад. Локоть, обратите внимание, мягкие. Кисти выпрямлены. Уводим назад с подъемом наверх выше спины и перед собой вперед. Закончив это упражнение, остаемся в этом же положении. Руки у нас согнуты в локте. Можно проверить так, чтобы было прижато к талии. И работаем. Опускаем руки книзу и выжимаем максимально назад. Лопатками работаем хорошо, прям сжимаем их. И работаем. Руки книзу, выталкиваем наверх. Книзу, выталкиваем наверх. Остаемся в этом же положении. Локти прижаты к корпусу. Руки позади себя выпрямляем. Ладони разворачиваем кверху к потолку и качаем вот таким мелким движением. После этого можно добавить упражнение ножницы позади, также на трицепс руки. Здесь мы закончили. Положение корпуса оставляем тоже. Руки выводим перед собой. Можно ладони сомкнуть. И работаем в стороны. Уводим угол 90 градусов и возвращаем наверх. В стороны. Наверх. Здесь мы упражнение закончили. Возвращаемся в положение прямо. Колени мягкие. Корпус прямо. Таз слегка подкручиваем на себя. Продолжаем работать с дельтовидными мышцами и суставами. Поднимаем руки наверх. Угол обязательно должен быть соблюден 90 градусов. И опускаем как бы вращательным движением руки к низу и поднимаем наверх. На этом упражнение для рук у нас закончили. Важно понимать о том, что нам нужно определенное количество повторений. Поэтому мы ставим секундомер и работаем. 45 секунд упражнения сделали, 15 секунд отдохнули. Самое главное, любите себя и будьте здоровы. Я все тщательно повторил. Чувствую необыкновенную легкость в плечах и в руках. Ну, это еще что? Мы с таким экспертом и таким тренером все скоро научимся зарядку делать. Продолжаем полезное утро. Очень полезно. Между прочим, будет узнать, чем отличается диета от интервального голодания. Ну, для меня обычная диета равно голодание. Я вообще в течение дня очень мало ем, зато потом вечером наедаюсь и сплю с этим, как удав. Ну, и наш бы эксперт-нутрициолог бы тебя за это и не похвалил. Поэтому подробности мы узнаем из нашей рубрики «Едим правильно». Смотрим! Друзья, сегодня мы отвечаем на вопрос, что такое диета и что такое интервальное голодание. Итак, диета в переводе означает «это образ жизни». Но диета, причем любая диета, белковая, овощная, монодиета, кетодиета – это какие-то определенные строгие ограничения в питании, в еде. Как правило, ограничения любые, когда человек чем-то ограничен, он рано или поздно подходит к срывам. Поэтому диеты я не приветствую. Интервальное голодание, оно чем-то схоже с диетой. Оно есть в разных варификациях. Есть 12 на 8, есть 14 на 7, есть 24 на 0. Представляете, 24 часа голодаю и 0 часов я потребляю пищу. Это можно использовать в качестве пробы на себе, в качестве какого-то опыта. Но я думаю, что как основа жизни, к сожалению, маловероятно, что подойдет. Друзья, диета, интервальное голодание могут быть в вашем опыте. Но не забывайте, что если организм не получает достаточное количество часов пищу, он подает сигнал в мозг и организм откладывает наоборот вот эти жировые запасы, думая, а вдруг меня еще пару часов не покормят. И я вам рекомендую, питайтесь сбалансированно и оставайтесь в лучшей своей форме. Ну что, по-моему, есть захотелось? Очень захотелось есть. Давай же мы скорее позавтракаем. И для этого прекрасного занятия у нас тоже есть свой эксперт. Наш шеф-повар сейчас нам все расскажет и покажет. Новый рецепт вкусного и полезного завтрака вы узнаете из рубрики «Завтрак в постель». Смотрим! Друзья, доброе утро! Я Сергей Савиных. И сегодня я вам приготовлю завтрак. Это будет яичница в авокадо с гренками и творожным сыром. Итак, что нам потребуется? Нам потребуется авокадо, яйцо, томатная посыпка из вяленых томатов, творожный сыр, свежая классная чиабатта и чуточку любви. Сначала почистим авокадо, разрежем его и отрежем небольшой край, который нам потом пригодится. Сделаем какой-нибудь соус или что-то такое. Нам нужно именно вот это вот отверстие для яйца. Дальше делаем к нейлю из творожного сыра, выкладываем на тарелку, сразу начинаем сервировать, поливаем муфточным соусом, посыпаем вялеными томатами. Ставим разогреваться сковороду на максимальный нагрев и на сухой сковороде обжариваем хлеб с двух сторон. Далее хлеб, все, он готов к сервировке, мы его убираем и на этой сковороде начинаем обжаривать авокадо с яйцом. Для этого наливаем масло на сковороду, выкладываем авокадо и разбиваем внутрь яйцо. Обжариваем до полуготовности яйца, так как нам нужно, чтобы желток был внутри сыры. Солим, перчим и переворачиваем. Жарим также где-то примерно 2 минутки. Итак, авокадо перекладываем на тарелку, поливаем острым соусом, добавляем в нашу тарелку хлеб и вуаля, блюдо готово. Всем приятного аппекита, это очень вкусно, это очень полезный завтрак. С вами был Сергей Савиных, увидимся. А кто не успел за нашим шеф-поваром, обязательно посмотрите потом повтор этой рубрики в нашей группе ВКонтакте. У вас уже закладка должна быть на нашей странице, потому что там все полезные советы, самая актуальная информация. И если у вас возникнут вопросы, просто напишите. Мы найдем специалиста, который квалифицированно ответит на каждый ваш вопрос. И одна такая рубрика в прошлый раз собрала очень много комментариев. Девушки прямо наперебой спрашивают у нашего модельера, как им подобрать костюм на рабочий день. Ой, мне самой понравилась эта рубрика, и поэтому мы давай с удовольствием продолжим эту замечательную рубрику «Свежий лук». И это не про садоводов. Смотрим. Вещей много, а надеть нечего? Вам наверняка это знакомо. Пришло время разобрать ваш гардероб и подобрать самые актуальные комплекты. Сегодня мы разбираем вещи из Данима. Это не только джинсы, как вы успели подумать, но также ваш образ может быть Total Denim. Посмотрите, какие прекрасные есть сочетания и разнообразия вещей из джинс. Юбка в длине миди, юбка в длине мини, а также юбки в длине макси. Кроме того, есть прекрасные шорты, также в длине мини и в длине миди. А также очень актуальны джинсовые куртки, или джинсовки, как мы их называем. В классическом голубом цвете, черном цвете. И очень интересными принтами, как, например, леопардовым. А кто хочет выглядеть максимально стильно, может присмотреть для себя жакет с вставками из джинсов. С чем мы можем все эти вещи сочетать? Прекрасно будет вписываться в ваш образ лаконичная футболка в морском стиле, либо однотонная. Дополнить этот образ вам помогут прекрасные белые кеды, либо вы можете найти кеды, сделанные из джинсов. Кроме того, если вам будет очень-очень жарко, вы можете их спокойно заменить на обычные сандали. А также, мне кажется, здесь точно не хватает легкой сумки, также сделанной из джинсов. И полностью джинсовый лук у нас готов. И помните, чем проще фасон, тем дольше и актуальнее прослужит вам вещь. Ну что, все очень красиво и понятно. Я тоже люблю джинсовки, вот по мне это сегодня видно. Кстати, скоро выходные, появилось желание прогуляться по магазину, шоппингом заняться? Нет, Сереж, не в эти выходные. Очень насыщенные мероприятия намечаются, между прочим. И, кстати, эти выходные позволят надеть как вечерние, так и спортивные наряды. Кто-то посетит вечер театров в Губахе, между прочим, поднимется на высокую гору на квадроциклах. А кто-то останется праздновать День молодежи в Соликамске. Ну-ка, давай тут поподробнее. И именно для этого наша Евгения Константинова приготовила свежую рубрику «Афиша». Смотрим. Мы предлагаем посмотреть на ваш отдых новым взглядом. Всем привет, меня зовут Евгения Константинова. И прямо сейчас я расскажу вам, куда пойдем в свободные от работы День. Где соликамцы могут окунуться в театральную атмосферу. Что вы пропустили на минувшей неделе. Чем еще можно заняться в пределах города. Восемь театров, а декорация – сама природа. С 28 июня в Губахе стартует один из самых ожидаемых фестивалей нашего региона – «Тайны горы Крестовой». Напомню, это ежегодный фестиваль. Гости этого события увидят творчество актеров из Челябинска, Астрахани, Еревани и Пермских театров. Кроме постановок на сцене под открытым небом, площадками фестиваля станут различные локации заброшенного курорта Губаха. Ну и, конечно же, ссылку на это событие вы найдете в наших социальных сетях. На Губахе ваши театральные выходные могут не заканчиваться. Фестиваль уличных театров будет проходить и в Кунгуре. Прорыв – именно так называется событие, которое будет проходить 29 июня в историческом городе Пермского края. Для вас выступят коллективы города Перми. Кроме этого, для гостей заготовлены мастер-классы. Будет работать целый игровой фестивальный городок. Перформансы, театральные постановки – все это ждет вас в Кунгуре. Пришло время узнать, что же вас ждет в грядущие выходные в Соликамске. Вы наверняка знаете, что поселения Соликамского городского округа возрастны, если можно так сказать. К примеру, 30 июня село Сёла отметит свой 445-й день рождения. В честь этого события для гостей и жителей города подготовлены мастер-классы. Приедут гости из Перми, фольклорные ансамбли, торговые ряды. В общем, скучать точно не придется. Ну и наша съемочная группа тоже там будет. Подходите и делитесь впечатлениями. А Музей истории соли приглашает жителей и гостей города на обзорную и полезную экскурсию под названием «Соленые профессии». Вы уже наверняка догадались, про что это, но я расскажу точнее, что со вторника по субботу вы сможете узнать, какие профессии были самыми важными на сользаводе, какие сейчас существуют все еще соленые профессии. Также вы сможете прочувствовать всю соль на своих плечах и узнать, можно ли положиться на того, кто рядом. Самое главное – заранее записывайтесь по телефону на эту обзорную экскурсию. Вечер Пятис у вас может пройти под громкие звуки живой музыки. На фабрике по производству смыслов «Что в декабре» состоится летний рок-концерт группы «Каврография». Солист группы исполнит подзвуки гитары песни, которые вы точно знаете. Поэтому подпевать и танцевать строго разрешается. Приобретайте билеты, и да, это можно сделать даже по пушкинской карте. Ну и, конечно же, пришло время для того, чтобы узнать, что вы пропустили на минувшей неделе. В общем, что говорить – это нужно видеть. Молодежь Соликамска, Чердани, Красновишерска отправилась в разведку по молодежному центру нашего округа. Здесь развернулись семь направлений мода. Для участников эксперты подготовили мастер-классы, кастомизация, дизайн, аксессуары, моделинг бьюти, маркетинг, события, мерч. Анастасия выбрала направление бьюти. «Эта тема мне интересна. Особенно тема макияжа и как комбинировать одежду. Надеюсь, что-то интересное здесь узнаю для себя, подчеркну и смогу это использовать дальше. Очень много для молодежи в последнее время. То есть вот как центр открылся, мы участвуем от молодежного центра во многих программах, многие конкурсы. То есть это развивает, это сплачивает, появляются новые знакомства». Каждый в разведке находит что-то для себя и вдохновляется. Это относится и к экспертам первого тура программы «Регион для молодых». К примеру, Анастасия Андреева, первая вице-мисс Перми и Пермского края, педагог-дефиле, приехала с программой по моделингу. «Очень интересно пообщаться с молодежью, очень интересно передать все свои знания, умения и навыки. Сегодня на мастер-классе я подготовила интересный мастер-класс. Это и теория, это и практика, основа дефилея, пудемной пластики, позинг, то есть фото-позирование». Пока они вдохновляются и познают себя, в другой локации успешно проходит мастер-класс с кисточками. Только рисуют не на холсте, а на лицах. Заходим в другой кабинет и попадаем к создателям аксессуаров модных панамок. Все в этот день попали в творческую современную молодежную среду. И как говорит директор молодежного центра Анастасия Чищихина, это только начало разведки. И очень знаково, что гастрольный тур начался именно с Соликамска. «Регион для молодых 2024 года в Пермском крае – это три основных трека. Это предпринимательство, самоуправление и, конечно же, креативные индустрии. Эта история, она не одного дня. То есть разведка – это только старт, начало яркого, скажем так, комплексного пути для креаторов не только верхниками, но и всего края». Дальше разведка отправится в Пермь, Чайковский, Краснокамск, Чусовой, Нытву, Березняки. Напомним, все это проходит в рамках программы комплексного развития молодежной политики Пермского края «Регион для молодых», который реализуется по инициативе Владимира Путина в рамках национального проекта образования. Как не раз отмечал глава региона Дмитрий Махонин, цель программы – создать комфортную молодежную инфраструктуру в территориях, вовлечь молодых людей в социально полезную деятельность. В Прикамье молодежь – это четверть населения, 632 тысячи человек, и важно создавать условия для образования, карьеры, творческой реализации. Данная программа стала подспорьем для осуществления мероприятий в молодежной сфере, создания для молодых людей необходимой инфраструктуры, писал в своих социальных сетях Дмитрий Махонин. И сейчас, благодаря разведке, каждый сможет сформировать собственную линию развития творческого потенциала, доказано на практике. Алиса Петровичева, Евгения Константинова, Сергей Сюзев, телекомпания «Соль-ТВ». Пришло время для топ-3 грядущих выходных «На наш взгляд». И забегая вперед, расскажу, что все события сегодня будут посвящены Дню молодежи, ведь в Соликамске подготовлена обширная программа. Молодежь в Соликамске спортивная и активная. Это подтверждалось уже не раз, поэтому 29 июня мы предлагаем начать отмечать День молодежи со стадиона на Соляной версте. Для начала для гостей праздника выступят фигуристы на роликовых коньках. Затем вы сами сможете научиться исполнять виражи на самокатах, ведь будет проходить настоящий мастер-класс. Ну а вам по душе более спокойные спортивные занятия? Тогда обратите свое внимание на йогу. Она тоже будет проходить на стадионе Соляной версты. А чуть позже мы предлагаем им спуститься к мосту влюбленных, ведь именно там будет проходить фестиваль автозвука и тюнинговых автомобилей. А еще такого вы точно не видели, вас ждет чемпионат по закручиванию гаек. Ну а если вы далеки от вождения и ремонта авто, то принимайте участие в гонках на радиоуправляемых машинках. И от места влюбленных спускайтесь в центральный сквер, где будут проходить семейные мастер-классы, туристические квесты. А на Воскресенской площади рядом будут создавать фотозону граффитисты нашего органа. На этом же месте вы сможете поиграть в настольные игры, пока кто-то рисует. Ну а у медведя, что на соляной версте, будет работать открытый микрофон. Закончится день молодежи пенной вечеринкой и фаер-шоу. Конечно же, это не все события, которые будут проходить 29 июня в Соликамске. Полное расписание вы найдете в наших социальных сетях. И да, на этом празднике будет работать Соль ТВ. Ищите нас, подходите и делитесь впечатлениями. Вот такие могут получиться ваши выходные. Но я напоминаю, что в Соликамске работает музей и игры Пикаток, посещение которых обойдется вам не больше, чем 200 рублей. У меня на этом все. Планируйте свой отдых так, чтобы он был активным и полезным. Ну а с вами была Евгения Константинова за камерой Сергей Сюзев. Хороших вам выходных! Даже не знаю, что выбрать все такое интересное. Ну, точно могу сказать, что на дне молодежи будет весь наш коллектив, потому что там предусмотрена наша развлекательная зона и даже подарки. Тогда я свой выбор сделал. А конкурсы спортивные? Всякие. Но о спорте я хочу поговорить отдельно. Уже завтра в 16.00 на Соляной версте первым свою работу в мегаполисе начнет спортивный квартал. Откроет выступление фигуристов на роликовых коньках. Далее, если вы хотите проявить себя в армрестлинге, то приходите к 3 часам заявиться и взвешиваться на участие в открытом чемпионате. Регистрация на соревнования по экстремальному спорту также в 15.00 начнется на скейтерской площадке. Еще вас ждут мастер-классы по йоге, фитнесу и воркауту. На них заранее регистрироваться не обязательно, но одеться нужно соответствующе, по-спортивному и удобно. Спорт все больше и больше занимает место в жизни соликамцев. Это радует. Да, только на этой неделе уже соревнования состоялись по мини-футболу в рамках городской спартакиады среди трудящихся коллективов. Здесь мы поздравляем победителей. Бронзовые призеры «Уралкалий ремонт», серебро у 10-й пожарно-спасательной бригады, золото досталось соликамскому заводу «Урал». Ну а днем ранее... У-у-у, аплодисменты. Днем ранее прошел чемпионат по армрестлингу в честь заслуженного тренера Александра Константиновича Познякова. В нем приняли участие более 100 юных спортсменов, армрестлеров и рукоборцев. Мне кажется, нет такого спортивного события в Соликамске, о котором ты бы не знала. Я думаю, тебе нужно сделать отдельную рубрику, которая будет называться «О-спорт». Теймер? Нет, я, конечно, не принижаю слова Пьерда Гупертена, но хочется что-то свое оригинальное. О-спорт, Олесе. Ой, а мне нравится. Ну, значит, так и будет. Кстати, наши зрители очень часто и активно пишут нам в соцсетях. Да, и все комментарии, которые наиболее актуальны и креативны, наш Антон Старостин берет на карандаш. И у него даже есть для этого специальная рубрика. Есть что сказать? Смотрим. Сейчас сядь поудобнее. Традиционно вначале посмотрим в наши аккаунты в социальных сетях. Спасибо за вашу реакцию на клип, где я под дождем радуюсь этому атмосферному явлению после жары. Оказывается, у меня есть единомышленники. Читаю. Люблю дождь, я осенний человек. Тоже вышло погулять под дождем. Он такой теплый. Зато на этой неделе, к сожалению, под дождем в футболке температура воздуха не позволяет долго гулять. Ой, тепленькая пошла. Также спасибо за ваше видео с мест событий. Не стесняйтесь зафиксировать что-то необычное. Последствия бури, пожар, столкнувшиеся автомобили, необычные природные явления. Отправляйте нам ваше видео по этим координатам и, возможно, именно вы станете соавтором рубрики «Свыми глазами» или проекты ЧП Соликамск. К видеоматериалу о предстоящем дне города есть такое мнение. Главное, чтобы самокатчики на своих соревнованиях не забывали технику безопасности и не гусарили на своих самокатах в попытке поставить трюковые рекорды. Кстати, да, в прошлое воскресенье заглядывал на эту площадку около полудня. Так вот, там из семи катающихся ребят только один был в перчатках. Родители, обсудите еще раз на всякий случай правила дорожного движения с детьми. Пусть будут осторожны в общественных пространствах. Мощным аргументом будет то, что в случае травм ребенка вы будете тратиться на бинты, мази и таблетки вместо вкусняшек, кино и выдачи карманных денег. Ну, погоди! К лучшему, когда у сотрудников экстренных служб обширные знания и навыки по оказанию помощи людям. Если что, шептать по номеру 112. Теперь к соцсетям. Из интересных примечательных публикаций могу выделить пост в типичном соликамске про голубя, который залетел в квартиру, внимание, через вентиляцию. Фотографии голубя и лазейки прилагаются. Гадайте, что тут вчера было, да? Ты помнишь? И знаешь почему? Потому что я вчера не пила. Почитаю комментарии. Вам повезло, что вентиляция ниже потолка. У подруги в Сталинке залетел между потолком и натяжным потолком. Вот это была жуть. Он там цокал, прыгал крыльями, бил. Пришлось снимать потолок. Да, если сразу не догадаться, что за гость пожаловал, то в пору охотников за привидениями вызывать. И еще мнение. Ну все, теперь попрут толпой. Один тропку протоптал, остальные за ним последуют. Если вы сняли на видео что-то прикольное и необычное на улицах Соликамска, тоже нам присылайте. На этом все. Передаю микрофон своим коллегам. А с вами мы увидимся. До свидания. Советы этим утром дают не только специалисты, но и звезды. Хочешь сказать, что сейчас время для гороскопа? Да, сверим наши планы на выходные со звездами. Смотрим. Овны. Выходные принесут вам встречу с людьми, которые помогут в вашем продвижении и карьере. Вероятно, придется сделать фокус на отношениях, поговорить с партнером насчет планов о совместном будущем. Возможно, встреча с врачом, целителем. Также, вероятно, заключение договоренности, юридического или любовного типа. Тельцы. Возможно, тайная встреча или акцент на том, что было скрыто от вас. Вы можете получить прорыв с вашим интернет-проектом. Воскресенье принесет предложение о контракте, например, из-за границы или онлайн-работа. Также может быть раздвоение романа. У вас может появиться новый тайный поклонник. Близнецы. Вам звезды советуют встречу с друзьями или группой людей, которая связана с вашей работой и продвижением онлайн. Обратите внимание на обращение с человеком, либо с группой людей, которые объединены интересами в сфере здоровья или активного спорта. Раки. К вам на контакт может выйти влиятельный человек. Это принесет вам серьезный акцент на карьере. Воскресенье может принести договоренность о раздвоении вашей деятельности. Например, вы будете вести два проекта или совмещать две должности. Львы. Звезды сулят открытие в собственном мировоззрении. Также вас могут пригласить в путешествие или на обучение. Для многих любовь есть вероятность встречи учителя или человека, который поможет вам продвинуть себя. В целом расширить свое понимание жизни. Девы. Возможно ощущение кризиса и необратимости пройти его. Это очередное напоминание, что вашу жизнь пора менять и бессмысленно игнорировать поезд, который зовет вас в дальнейшие путешествия. Стоит просто запрыгнуть в него. Воскресенье же принесет духовное исцеление, какой-то момент внутреннего очищения и погружения в глубокие чувства. Весы. Вероятно, вы будете вовлечены в кармические дела с партнером. В воскресенье стоит привнести договоренности в отношения, которые связаны с юридическими документами или словесными серьезными решениями. Например, пожить отдельно или оформить покупку на кого-то из вас. Скорпионы. Сделайте акцент на работе и здоровье. Причем это будут кармические события. Возможно, вам пора серьезнее включиться в какую-то активную деятельность в новой группе людей. Оздоровительная поездка, ретрит, поездка для повышения вашей карьеры. В воскресенье прислушайтесь к своему телу, чтобы буквально его регенерировать. Стрельцы. Постарайтесь провести больше времени с детьми. Рекомендуется заняться спортом. Также вас могут пригласить на свидание. В воскресенье может принести встречу любого нуотипа. Какое-то приятное событие, вплоть до мастер-класса или поездки. Козероги. Возможен важный разговор насчет покупки, продажи или аренды жилья. Также вашего внимания может потребовать мама или значимая родственница. В воскресенье вы обдумаете вариант жизни на два города. Водолеи. Выходные принесут вам встречу с родственниками. Также вы можете решиться на короткое обучение или поездку. В воскресенье связано с появлением второго навыка. Это может быть спорт, тема лечения или предпринимательство. Рыбы. Ожидается рост доходов. Например, благодаря вашему общению с кем-то из коллег. Может появиться новый источник финансов. В воскресенье у вас может случиться исцеление собственной самооценки. А теперь от небесной канцелярии вернемся к нашим делам земным, но очень важным. Ну вот, например, для меня очень важно здоровье моих детей. А их у меня два. Мальчик и еще девочка. Вот, специально для этого мы узнаем советы врача-педиатра для молодых родителей. В нашей рубрике «Добрый доктор». Смотрим. Более трех миллионов детских травм зарегистрировано ежегодно медицинскими организациями России. Это каждый девятый ребенок в возрасте до 18 лет. Уважаемые родители, помните, что едва научившись передвигаться, дети начинают исследовать окружающий мир. Казалось бы, малыши были оставлены всего на несколько минут, но и этого бывает достаточно, чтобы случилось непоправимое. Основные виды бытовых травм у детей. Ожоги. Например, от горячей плиты, посуды, кипятка, утюгом, от открытого огня. Для предупреждения ожогов не разрешайте детям играть в местах приготовления пищи. Не ставьте на край стола посуду с горячим содержимым. Прячьте спички, свечи, зажигалки и легко воспламеняющие жидкости. Ограничьте доступ к открытому огню. Запретите детям разводить костры, находиться вблизи открытого огня. Поражение электрическим током. Уважаемые родители, пожалуйста, закрывайте электрические розетки, прячьте электрические приборы, провода. Не допускайте наличия в доме неисправных электроприборов. Следующее – это утопление. Дети могут утонуть даже в небольшом количестве воды. Поэтому, пожалуйста, закрывайте колодцы, ванны и бачки с водой. При купании не оставляйте ребенка одного, ни со старшими детьми, ни вообще одного в ванны. Никогда не оставляйте возле открытых водоемов детей одних. Спасибо нашему эксперту. А ведь таких проблем можно избежать, если ребенок все время на виду и чем-то занят. Например, чтение. Вот я считаю, что лучшая книга – это та, которую можно прочитать всей семьей. А для меня одним из любимых мест в Соликамске стала библиотека семейного чтения. Именно там я такую книгу и нашел. Мне, кстати, вообще очень нравится посещать это место. Особенно там веселят меня эти белки Дегу и какой-то пожилой крыс. Его зовут Степаныч, но он очень похож на опоссума. Я стал постоянным посетителем этой библиотеки. Да поняла я уже, что сейчас самое время рубрики «Читаем вместе». Смотрим. Ирина Владимировна, добрый день. Снова мы у вас в гостях. Прошлую книгу почитали у нас зрители. Отзывы видели про кота. Если кто еще не почитал, успевайте. Что сегодня предложите? Здравствуйте, рада новой встрече. Сегодня я вам хочу предложить книгу на Нине Абгарян Манюня. По-моему, фильм такой голливудский есть. Это не то? Ну, уже наш есть фильм. Да. Уже наш сняли фильм. Именно вот по этой книге. Инкранизация. В этой книге Нине Абгарян рассказывает свою автобиографию. Как она проводила детство. Какая она была боевая девчонка. Но здесь идет продолжение. Первая книга была просто Манюня. А сейчас уже юбилей Манюни и прочие три волнения. Так, давайте тогда сразу бы значим. Это тоже для семейного чтения? Тоже для семейного. Да, так же, как и предыдущие. Сколько плюс? Здесь. На вашем смотрении, сколько бы вы дали? Какому году? Я подала 10 плюс. Такое у нас нет. 10 плюс нет. Есть 6 плюс. Ну, то есть дошкольникам все-таки тяжело будет. Да, она пойдет все-таки для младших школьников книжечка. Здесь продолжается знакомство, да? Как мы, Манюня, жила с бабушкой. Когда читаешь, ну, прям, как говорится, за животики хватаешься. Смешно в смысле? Смешно. Это хорошо, можно посмотреть. А то, знаете, бывают разные ситуации, когда за животики хватаешься, не всегда смешно. Я понимаю, что это про каникулы, да? Это не только каникулы. Это не только. Это большая армянская семья. Она живет с бабушкой и с отцом. У нее есть подруга. И они попадают в различные истории. От бабушки прилетело. И очень хорошо прилетело. Бабушка у них была такая боевая, что сказала, то и будет. Ну, по-армянски, да, это похоже. Так, то есть книгу рекомендуете как детям просто почитать, так и всем вместе семейно. Да. На какие подвиги может она сподвигнуть прочитавшего ребенка? Ой. Надо ли ограничивать правила? Может быть, если дети прочитают эту книгу, они маленечко отвлекутся от телефонов, то современные дети сидят в телефоне, и их на улицу не выгонишь. То есть рекомендуем для того, чтобы у детей, у нынешних тинейджеров, да, появилась возможность... Общаться тет на тет, без телефонов. А то они сидят в телефоне ВКонтакте или где-нибудь еще в соцсетях. То есть найти себя оффлайн. Да. Найти себя. Итак, еще раз читаем. Манюня, юбилей Ба, видимо, бабушки, да? Да. Так, Нарине Абгарян. Вот, честно, для меня этот автор новый открыт. Обязательно посмотрю. Уже понравилось. Читаем вместе? Читаем вместе. Ну как, заинтересовала? Ну, про бабушку было правда смешно. Мне кажется, что когда я стану бабушкой, всем тоже будет прилетать от меня. А вот интересно, ты какой бабушкой будешь, которая будет много говорить таких слов, которые не будут понимать ее внуки? Или ты следишь за языком, я имею в виду, за развитием языка, и для тебя уже сейчас слова кринш и краш, что это значит? Ой, Сергей, вообще-то я филолог по образованию, и для меня язык очень важную роль играет. Значит, самое время для моей рубрики. Давай. Билибердопель. Играем. Итак, вкратце правила для тебя и для наших зрителей. Я читаю слово, которое редко употребляется, и даю три варианта ответа. А ты выбираешь, ну, соответственно, правильный, конечно же. Я буду очень стараться. Итак, первое слово, внимание, яндава. Это сосуд в виде широкой чаши с носиком или рыльцем, телега с полозьями или жена брата мужа. Я бы продолжила пятой свекрови четвертого мужа и зятя, и девери, и так далее. Но яндава – это как раз-таки то самое блюдо, которое подают к яствам. Первый вариант. И это правильно. Кстати, в словаре очень интересно написано яндава, то же, что и братина. Туда их. Так, следующее слово. Инквартата. Это интервал в музыке, средство для водного передвижения и уклонение от удара в фехтовании. Ну, знаешь, это что-то, мне кажется, на итальянском. Я бы опять выбрала первый вариант. Но, кажется, тут какие-то сомнения. Поэтому выбираем третий. Это вот что-то там с фехтованием. Это правильно. Ух ты! Итак, пока 2.0. Продолжаем. Слово «интима». Интима, да. Это внутренняя оболочка стенки кровеносных сосудов. Минимальное расстояние между партнерами в танце. Так, и расплавленная горная порода. Вот по идее, породу моей деятельности, надо бы сказать, что это расплавленная горная порода. И руководство меня поймет. Но нет, я хочу, чтобы это было минимальное расстояние между танцорами. Я тоже хочу. Но правильный ответ – это внутренняя оболочка стенки кровеносных сосудов. Теперь вы тоже будете знать. Ну что, ты молодец. 2-1. Прекрасно. Умница. Надо свои знания подтянуть. Мне кажется, пора записаться мне в библиотеку. Пойдем вместе. Покормим белочек Дегу. Кстати, дорогие зрители, пишите в комментариях, понравилась ли вам игра. Я думаю, что в какой-то из ближайших выпусков мы проведем уже ее вместе с вами. Ну и тогда подарки будут? Ну, конечно. Подарки мы любим. И сюрпризы мы любим. Особенно, если они приятные. А вот скажи, когда ты готовишь кому-то сюрприз, сложно ли тебе держать это в тайне? Ой, нет. Секретики я с детства люблю, поэтому все держу в строжайшей тайне. А откуда у человека возникла вообще потребность создавать секреты и хранить их? По-моему, у животных такого феномена нет. Ну, знаешь, лучше об этом спросить не меня, а психолога, квалифицированного. Самое время нашей рубрики «Псиклуб». Ложиться на кожаную кушетку не обязательно. Смотрим. Секреты, секреты, тайны. Я тебе скажу сегодня. Такую тайну ты никому не говори. Действительно, в обычной жизни, в житейской жизни мы очень часто слышим такие слова. Действительно, наша жизнь без тайн, без секретов, наверное, невозможна. И самый первый шаг мы с вами должны – это принимать. А вот дальнейшая работа человека с тайнами, следующая заключается в таком виде. Подумайте, надо ли вам раскрывать свою личную тайну какому-либо другому человеку? Есть ли у вас на это ресурсы? Взвесьте, пожалуйста, за и против. Ведь хранить тайну другого человека – это очень и очень тяжелый труд. И не все люди способны хранить тайну. Что мы на этот момент тоже можем вам посоветовать? Во-первых, если уж вам очень тяжело жить с какой-то определенной тайной, найдите все-таки того человека, которому вы очень и очень доверяете. В идеальном варианте это, конечно, должен быть профессионал, который способен хранить вашу тайну. Потому что когда мы доверяем своей тайне, мы немножечко все-таки ждем, что человек, возможно, нам что-то подскажет. Мы смотрим за его реакцией. Мы ждем его обратную связь. Вот точно так же, когда приходят к психологам, не все же приходят именно за советом, а смотрят, как человек реагирует. А надо ли действительно эту тайну хранить в себе? Вообще, есть очень хороший прием, когда мы куда-нибудь уезжаем, например, едем в поезде. И вот это хороший совет, возьмите, пожалуйста, его от психологов. Вот там, этим людям, совершенно чужим, с которыми вы никогда-никогда в жизни не встретитесь, вот здесь делитесь своими тайнами. Вам будет намного легче и проще жить в этом мире. Потому что, держа тайну, наши с вами ресурсы, они все-таки исчерпываются, и это нарушает психическое здоровье. Ну, тайны, наверное, есть действительно у каждого человека, и это, в принципе, неплохо. То есть мы с вами существа Homo sapiens, мы человек разумный, и, наверное, этого тоже бояться не нужно, ведь на то мы и называемся с вами личностью. А у каждой личности, наверное, что-то есть такое, чего бы личность не хотела рассказывать другим. Поэтому даже если есть маленькая тайна, живите с этой тайной и радуйтесь тому, что это только ваше. Очень интересно, теперь я буду к секретам относиться иначе. А сейчас время новостей. Там никаких секретов, только проверенная и актуальная информация. Новый взгляд. Смотрим. Здравствуйте. Сегодня четверг, 27 июня. На основном городском телеканале Соль ТВ начинается информационная программа «Новый взгляд». Студент Антон Старостин озвучивает ключевые темы этого выпуска. Когда в Соликамский округ вернется летняя жара? Потепление будет достаточно медленным и будет сопровождаться довольно сильным северо-восточным ветром. Соликамские юно-армейцы приняли участие в краевом конкурсе «Пост номер один». Соликамские армрестлеры провели соревнования в честь создателя секции борьбы на руках. Около ста человек принимают участие из Соликамска, Березняков. Не знаю, из предмета, по-моему, тоже ребята кто-то есть. В Соликамске продолжается выдача сертификатов семьям, чтобы они смогли улучшить свои жилищные условия. Так, на днях свидетельства на выплату в размере 35% расчет на средние стоимости жилья на приобретение жилого помещения получили 4 многодетных семьи. Подробности расскажем в начале выпуска. Также в этом году 14 молодых семей получили сертификаты в размере 15%. По словам специалистов, план на 2024 год выдать всего 32 свидетельства. Чтобы стать участником программы, семья должна соответствовать нескольким требованиям. Во-первых, возраст обоих супругов не должен превышать 35-летний рубеж. Во-вторых, должен быть документ, признающий нуждаемость в жилом помещении. В-третьих, семье нужно иметь регистрацию на территории Соликамского городского округа. Если у вас уже есть квартира более 10 квадратных метров на одного члена семьи, купленная с помощью кредитных средств, вы можете получить социальную выплату в размере 15% расчетной средней стоимости жилья и погасить часть основного долга и сумму задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным кредитом. Какие документы нужно предоставить для получения сертификата, узнавайте по телефону 550-07. В продолжении жилищной темы. Как на данный момент в Прикамье обстоят дела с расселением жителей из ветхого и аварийного жилья, расскажут наши коллеги из Перми. Яркое желтое здание в поселке Красный Восход появилось на той же улице, где стоит три барака под снос. Новостройку сдадут в ближайшее время, но Людмиле Ощепкове уже сейчас хочется рассмотреть детали. В ее доме жить стало невозможно. Только только этот пат сверху, то может упасть. И хоть доска, хоть что. Я пришла вот с улицы, а доска лежит на койке. Мне кажется, это хорошо, что построили люди, живут всяко. Да вон какая красота. Нацпроект «Жилье и городская среда» стартовал в 2019 году. С этого времени ликвидированы аварийные дома общей площадью около полумиллиона квадратных метров. В новые благоустроенные квартиры переехали около 34 тысяч человек. В доме 45 квартир, они уже оборудованы сантехникой и электроплитами. Во дворе есть парковочные места. В ближайшее время возведут детскую и спортивную площадки. Тему расселения аварийного жилья обсудили сегодня на заседании правительства региона. В 2024-м строится 16 новых домов. Пик сдачи придется на конец года. Параллельно идет снос ветхих зданий. В этом году у нас стоит достаточно серьезная задача. Мы должны ликвидировать порядка 79 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Я считаю, что эта цель будет достигнута, потому что сегодня на территории муниципальных образований созданы все условия. Активно участвуют в расселении 17 муниципалитетов Пермского края. В этом году уже переехали в новостройки около 200 семей в Краснокамском, Губахинском и Александровском округах. Ждут завершения работ в Кунгуре, Нытве, Чусовом, Кудымкаре, Соликамске, Чайковском. До конца этого года нам предстоит еще более 6 тысяч людей. Нам в целом надо понимать, что президент объявил о продлении программы до 30-го года, чтобы улучшились свои жилищные условия более 30 тысяч жителей региона. Здесь, в Красном восходе, уже этим летом новоселье справит 159 местных жителей. Лариса Тверетинова, Александр Хробостов, Вести Пермь. Переходим к другим темам. Соликамские юнормейцы в числе 10 лучших команд поучаствовали в краевом конкурсе постов номер один. Начальник штаба юнормей нашего округа Эдуард Бурмантов по нашей задаче поснимал происходящее. На площадке Думы офицеров Пермского гарнизона Министерства обороны России прошли испытания заступления на вахту памяти и теоретический конкурс. В первом разделе первое место занял Пермский военно-патриотический клуб РВСН. Второе место поделили команда «Отечество» из Соликамска и военно-патриотический клуб «Патриот» из Красновишерска. На третьем месте команда «Гвардейцы» из Октябрьского городского округа. В разделе «Теоретический конкурс» первое место занял военно-патриотический клуб РВСН «Пермь», второе место «Красновишерский патриот», Третье место – Соликамская команда Отечества. После подсчета всех результатов на первом месте – Пермики, на втором – Соликамская молодежь, Красновичевский патриот – третье. Победители представят регион на всероссийском слете активистов движения «Пост номер один», который состоится в сентябре в Туле. Правительство России упростило порядок предоставления субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. А в Прикаме утвердили единовременную помощь супругам участников СВО. Подробнее об этом не только расскажем в нашей постоянной рубрике «Коротко о главном». Новый порядок Михаил Мишустин подписал постановление, упрощающее порядок предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Для ее получения достаточно подать электронное заявление через личный кабинет на портале госуслуг. Право на субсидию имеют граждане, у которых ежемесячно на оплату ЖКУ уходит больше определенной доли дохода. Каждый регион устанавливает эту норму самостоятельно. Постановили 26 июня на заседании Краевого правительства рассмотрели вопрос о новой форме поддержки семей участников СВО. Единовременной выплате на рождение ребенка супруги участника спецоперации. Выплату будут получать семьи участников СВО, дети в которых родились в период с 1 января 2024 года. Размер выплаты составит 127 994 рубля. Условия предоставления, участие отца ребенка в спецоперации, зарегистрированный брак родителей ребенка. Мера поддержки начнет действовать после утверждения всех нормативных документов. Уклониться не получится. Предложение обязать врачей три года работать в больнице при условии обучения на бюджете прозвучало от председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. По ее словам, большая часть выпускников медвузов идут работать куда угодно, но не в медицину. При этом в территориях острая нехватка специалистов. В новых поликлиниках и ФАПах некому работать. Запись к врачу растягивается на неделе. Отметим, в городах с населением до 100 тысяч человек врачи дополнительно к основной зарплате получают 29 тысяч рублей, средний медперсонал 13 тысяч. 26 июня губернатор Прикамья Дмитрий Махонин встретился с исполняющим обязанности главы Соликамского округа Александром Русановым. Глава региона поручил оперативно погрузиться в жизнь муниципалитета для решения первоочередных задач территории. Подготовить теплосетевую инфраструктуру округа к отопительному сезону, выстроить системную работу с предприятиями округа по реализации совместных социально значимых проектов и как следует подготовиться к 600-летию Соликамска. Кроме того, в центре внимания должна быть социальная поддержка жителей и оказание адресной помощи семьям участникам СВО. Под запретом. В день молодежи 29 июня на территории Соликамского городского округа будет запрещена розничная продажа алкогольной продукции. Нарушителям запрета грозит штраф от 20 до 300 тысяч рублей. В Прикамье июнь 2024 года побил трехлетний рекорд по количеству дождей. Но уже в пятницу они прекратятся. Когда же в Соликамск вернется летняя жара? Ближе к выходным сезон дождей и прохлады сменит жара под плюс 30 градусов. Об этом рассказал кандидат географических наук Андрей Шихов. И в выходные дни уже ожидается малооблачная погода и начнется постепенное потепление. Вот в воскресенье в дневные часы уже до 21-23 градусов. Однако потепление будет достаточно медленным и будет сопровождаться довольно сильным северо-восточным ветром, особенно в субботу. По словам ученого, с понедельника также возможны дожди, но уже кратковременные. Плавное повышение температуры воздуха начнется с воскресенья 30 июня. Сезон дождей останется в прошлом и уже сейчас можно сказать, что нынешний июнь по количеству осадков стал рекордным не только для Перми, но и всего Пермского края. Прямо сейчас актуальная информация от синоптиков на конец рабочей недели. А потом вернемся и продолжим другими новостями. Не переключайтесь. Спасибо, что остаетесь с нами. Мы продолжаем. 25% родителей сообщили, что на предстоящих летних каникулах их дети планируют подрабатывать. Это максимальный показатель за последние три года. Результаты исследования приводит сервис «Суперджоп». Итоги опроса в нашей группе ВКонтакте показывали, что подавляющее большинство его участников положительно относится к подработке подростков во время летних каникул. Каждый десятый опрошенный не против такой занятости, но не в течение всего законного отдыха. Категорически против инициативы выступили полтора процента респондентов. Опрос в наших соцсетях еще не закончен, и вы можете принять в нем участие. А тем временем Олеся Петровичева пообщалась с соликамцами, чтобы лично узнать их мнение. Летом школьники ищут подработку курьера, официанта и помощника вожатого. С соликамцы как относитесь к такой занятости? Очень даже хорошо отношусь. А как же отдыхать? Ну, чем больше они заняты делом, тем, я думаю, на них это будет лучше. Ну и в телефонах меньше сидеть будут. Положительно. Почему? Ну, во-первых, родители спокойны, во-вторых, дети не слоняются по улицам. У нас, кстати, это актуальная тема в нашем дворе, потому что постоянно сборище подростков, причем даже до часу ночи. И очень мешает детям даже спать. Ты бы пошла работать летом? Да. Зачем? Чтобы денег заработать. Как вы относитесь к летней занятости подростков? Положительно, нормально. У нас тоже трудовой лагерь был когда-то, в 80-х годах. Мне кажется, надо отдыхать летом. Ой, детям надо отдыхать. Они наработаются, когда вырастут. Нормально, сама тоже, да. Мы тоже с ним продаем, ходим. Тоже работаешь уже? Положительно. А как же отдыхать? Ну, да, кому как. Кому-то, может, не хватает средств. Это хорошо. А ты будешь летом работать, когда уже подрастешь? Да. Для чего тебе это надо будет? Чтобы зарабатывать деньги. Ну, нормально, чтобы они работали, деньги зарабатывали себе на жилье, на еду, там, жили, чтобы самостоятельно. Добавлю, чаще всего летом работодатели ищут подростков для работы промоутером, оператором колл-центра и по работе с клиентами. А сейчас информация для родителей, чьи дети этим летом предпочли труду отдых. В соляной столице продолжается летняя здравительная кампания. В этом году лагеря с дневным пребыванием открыты на базе 20 образовательных учреждений для более 4 тысяч детей в летний осенний период. 1220 детей оздоровятся в трехлетних загородных лагерях. Лесная сказка, уральские самоцветы, чайка. На базе школ работают разновозрастные отряды. Далее расскажем, на что имеют право дети, отдыхающие в школьном лагере, и их родители. Родители и дети имеют право изучить программу и направленности лагеря, методы работы и план мероприятия, а также познакомиться с положением о лагере и другими документами. Информация может быть в договоре и на сайте школы. Детям, особенно с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, должно быть удобно передвигаться и посещать все занятия. Отдыхающие на площадках в том числе имеют право на получение всех услуг, указанных в договоре. Например, выезды в кино, театр, конкурсы, фестивали, развитие образования во время занятий. Все мероприятия должны быть безопасны. Ребенок может носить с собой телефон или часы, а родители связываться с ребенком так, чтобы это не мешало работе лагеря. При угрозе жизни и здоровью ребенка сотрудники лагеря должны вызвать врача и сообщить родителям. Ребенок может приходить в лагерь и уходить из него без сопровождающих, если это указали родители в заявлении. Также в договоре прописаны условия возврата за неиспользованные дни в случае отказа от посещения лагеря в любое время смены. На международном форуме «Умный город» в краевой столице представили данные индекса IQ городов России. Подробнее об этом в материале наших пермских коллег. «Мы с вами видим платформу, которая позволяет принимать решения на основе анализа данных». Вместе в цифровое будущее уже не простый девиз грядущих свершений. Цифровизация занимает все больше сфер нашей жизни и речь идет о разных возможностях, рассказала Олеся Калинина, которая занимается информационными технологиями. «Сейчас перед нами будет цифровой двойник региона. Обратите внимание, будут такие сегменты, как мозаика. Вот они называются. Это гексагоны. Здесь за гексагонами спрятана математика, спрятаны цифры». Это лишь малая часть того, с какими решениями, разработками, образцами оборудования можно познакомиться на пятом международном форуме по развитию и цифровой трансформации «Умный город», который традиционно собирает множество участников и проходит в рамках нацпроектов «Жилье и городская среда» и «Цифровая экономика». «Город может быть умным, и это следует из названия форума. Все это складывается из разных составляющих. И не случайно Перм выбрана площадкой для такого события». Это подтвердил и министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзулин, который прибыл в Перм с рабочим визитом и посетил форум, проведение которого в краевой столице обсуждали еще в прошлом году. «Много изменений. Вы сами это ощущаете каждый день. Если брать действительно новые объекты, которые строятся, они уже строятся по новым стандартам с участием современных технологий. И самое главное, они практически все цифровизированы во всех направлениях». «Умный город», сходится во мнении многие эксперты, это город безопасный и комфортный для проживания, по сути, удобный для людей. Для этого многое делается и в Прикамье, поделился пермскими наработками глава региона Дмитрий Махонин. «Мы нацелены на то, чтобы умные технологии внедрялись в городскую среду, поскольку это, во-первых, эффективно, особенно в части жилищно-коммунального хозяйства, а во-вторых, это является удобно с точки зрения и временных затрат, и мобильности населения». «О том, что позиции Пермского края достойные, говорят и итоги расчета индекса IQ городов. Есть и такой. Именно этот индекс помогает оценивать уровень цифровизации городского хозяйства. Прикамье стало лидером сразу в нескольких номинациях». «И еще одной площадкой стал молодежный форум «Умный город. Наше будущее. Новые лица». И здесь ребята из Пермского края и других регионов представили Року Файзулину и Дмитрию Махонину свою концепцию детского центра будущего, который также будет представлен и на ВДНХ в рамках международной выставки форума «Россия». В финале выпуска «Спортивная новость». В физкультурно-здоровительном центре зарождается новая спортивная традиция – соревнования по армрестлингу в честь основателя школы борьбы на руках в нашем городе. Как прошли поединки за столами, увидите в нашем сюжете. Воспитанники и последователи легендарного сила Чачью, имя на века вписано в спортивную летопись в Соликамска, провели в его честь соревнования под открытым небом. Александр Позняков, заслуженный тренер России, в 2002 году основал в нашем городе секцию армрестлинга и стал работать с юными и взрослыми жителями на официальной основе. Много спортсменов, которые выходили не только на российский уровень, но и на международный уровень. Хочу сказать, за этот период времени, с 2002 года, четыре заслуженных мастера спорта, мастеров спорта международного класса 7 человек и мастеров спорта около 15 спортсменов. Один из успешных учеников Александра Константиновича Никита Зонов. Парень всегда с уважением говорит о своем первом тренере. Он меня направил, во-первых. Во-вторых, я при нем достиг определенных успехов. В-третьих, он направлял меня, давал допутствие. Потом крепкие слова. Он меня всегда подбадривал. При нем я заработал мастера спорта, мастера спорта международного класса. Благодаря ему вообще в спорт в армрестлинг пришел. 100 зарегистрировавшихся на кубок тренера участников поделили на 16 категорий, включая и раздел для спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. Главный судья соревнований огласил регламент поединков и напомнил о технике безопасности. На пальцах никаких колец, никаких повязочек, часов не должно быть. Тот, кто вызывается первым, названная фамилия, подходит справа от судьи. Кто вызывается вторым, он становится слева от судьи. Один из первых победителей соревнований Матвей Маланичев. Любопытствуем у него, каким ему показался Александр Позняков на первый взгляд. Накаченным, большим таким, силачом, да и все, в принципе. А, и добрым. Еще один победитель соревнований Макар Титов пришел в Армспорт, когда основатель секции уже переехал в Пермь. Но уверен, что Сергей Вяткин и Алексей Казанцев тренируют молодежь по той же базе, которую вложил в них Александр Константинович. Всего через 7 месяцев занятий парня уже отправили в краевую столицу. Ездил на Пермь, на городской округ. Занял там второе место. Первое место направо и второе на лево. Кстати, проиграл по весу и занял второе. Добавим, на момент монтажа сюжета 8 соликамских армрестлеров находятся в Северной Осетии, на всероссийских соревнованиях памяти тренера Асланбека Яналдиева. Ждем их с новыми спортивными трофеями. Антон Старостин, Михаил Морошкин, телекомпания Соль ТВ. И это были все новости на сегодня. В студии работали Антон Старостин и за камерой Сергей Сюзев. Смотрите Соль ТВ и будьте в курсе событий города, Пермского края и всей страны. До свидания. Соль ТВ. Новый старт. Это о пространстве больших возможностей. Наш офис находится в самом центре города, на 300 квадратных метрах. На входе вас встречает уютная велкам-зона с удобным и комфортным местом ожидания. Просторный ресепшн, вместительный гардероб, мягкий диван. На втором этаже располагается стильное пространство конференц-зала. Здесь одновременно могут разместиться до 100 человек. К вашим услугам. Современная мультимедийная система для презентаций. Профессиональная гримерная для подготовки к важному событию. Уютная кухня с кофемашиной. Для перекусов во время бесед. Проведение мероприятия возможно в любое удобное время. Для этого предусмотрен отдельный вход в пространство. Офис телеканала Соль ТВ. Место, где достигаются ваши цели. Время нашего утреннего эфира подходит к концу. Пишите в комментариях ваши пожелания. А мы вам желаем, чтобы ваш день прошел легко и непринужденно. Уверены, что вы уже проснулись и зарядились. Хорошего дня! Субтитры подогнал «Симон»!